Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвот и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа», сокращенно «Лаборатория пива». С вами Юрий Гемельфар и Александр Глушин. Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, который будет содержать все сведения о населении Российской Федерации. То есть паспортные данные граждан, реквизиты за все акты гражданского состояния, СНИЛС, СНН, Семейное положение, родственные связи и иные сведения о лице. Саша, в принципе, вот ты знаешь, я вот читаю этот документ, совершенно официальный документ, и вот не могу отделаться от одного странного ощущения. В принципе, это хорошая идея, ничего нет страшного. Но не кажется ли тебе, что вот я сейчас вспоминаю, что вытворяли в Мосгоресберкоме, когда приходят люди с живыми подписями, а им говорят, а вы по этому адресу не проживаете? Извини меня, если у них даже на таком уровне бардак, то какой же бардак будет твориться на общегосударственном уровне? Ты знаешь, тем более, вот ты сейчас упомянул там фразу такую, не фразу, а пунктик, что родственные связи и семейные положения. Ребята, государственные вы чиновники. Кого волнуют мое семейное положение и мои родственные связи? Вот просто вас в какой степени должно волновать? Я абсолютно не понимаю. Государство в данном случае. Государство фиксирует, допустим, семейное положение в ЗАГСе. Люди расписались, у них на руках есть соответствующий документ. Все равно распечатка вашей базы не будет являться официальным документом, когда, допустим, человеку нужно будет получать наследство. Я такие чисто бытовые вещи беру. Получить наследство или доказывать, кто у него родственник, кто не родственник. Потому что у вас это не подкреплено никакими актами, справками, свидетельствами о рождении, о браке и так далее. Потому что мы знаем, что сами же органы ЗАГС всегда требуют... Вот сейчас оформляли, Юр, гражданство тебе, да? Да. Сколько пришлось представить бумаг до третьего колена для того, чтобы подтвердить твои родственные связи. Если они все это загонят в общую базу, все равно это не является официальным документом. И никто тебе на основании этого документа не видит. Тем более ввести эту базу, как я понял из этого проекта постановления, будет налоговая. И единственная цель, Юр, опять денюжки, денюжки, денюжки. Казна тает, государство беднеет, кризис усиливается. В результате нужно что? Посмотри, насколько растут штрафы, насколько растут налоги, настолько растут акцизы. Вот этот самый Чемизов пришел к Путину и рассказал, что вода фальсифицированная. Предложил ввести акцизы на бутилированную воду, представляешь? Акцизы и вот эти вот марки, которые на спиртные напитки ставят и на сигареты, тоже на бутилированную воду. Смысл в чем? Повышение цены за акцизы надо платить. Платит продавец, а берет эти деньги из нашего кармана. Здесь будет абсолютно то же самое. Налоговая просто усиливает контроль за тем, кто, где живет, как живет, какая у него жилплощадь, какой он индивидуально трудовой деятельностью, например, занимается или является самозанятым. То есть полный контроль. При этом это жуткое усиление вероятности злоупотреблений. Абсолютно с тобой согласен. Абсолютно. Вот давай мы вспомним то, что обсуждали недавно. Про этих двух дегенератов из Росгвардии, которые решили взять на бубсток парнишку из обеспеченной семьи. Ты правильно же сказал. Откуда они данные взяли? О том, что это парнишка из обеспеченной семьи. Пожалуйста, Брица. Они это взяли, поскольку Росгвардия занимается вневедомственной охраной. То есть откуда? Из компьютера, которому эти же два чичундрика имели доступ. Так мне подумать страшно, что произойдет в Российской Федерации после того, как эта база будет в едином месте. Саша, я вот, не проходит и месяца, чтобы я вот на эту финтифлюшку не получал сообщения из каких-то банков. Я первый раз слышу об этих банках, но они называют меня Юрий Анатольевич. Они знают мое имя отчества. Они знают мой телефон. Ребят, вот у меня простой вопрос. Откуда вы получили мои персональные данные? А я вам скажу откуда. Еще лет пять назад, до тех пор, пока я не исправил свои ошибки молодости, не закрыл счет в Тинькофф Банке, мне раздается звонок из Тинькофф Банка. Я тебе сейчас расскажу суть. Мне предложили сыграть в игру. Игра следующая. Вы сообщаете имена и фамилии, отчество и номера телефонов своих знакомых. Мы о вас никому ничего не скажем. А с каждой транзакцией, которую совершат эти люди, если они оформят у нас карточки, мы вам титимити заплатим. Я этой девчушке говорю, девушка, а вы понимаете, что вы мне сейчас предлагаете? Вы законы читали? А что такого? А, ну ладно, ну извините, повесил трубку. Я потом бежал из этого банка, опережая свой собственный виз. Я задаю вопрос, а это единственный банк такой? Нет. Откуда они знают мои персональные данные? Что, ты не получал никогда ничего подобного на сфере? Ну, регулярно, регулярно. Так мало того, ты знаешь, до чего дошло. До чего? Уже не банки звонят, не банки предлагают своему снуки и какие-то там аферы. Мне почему-то звонят фирмы, и уже несколько раз. По установке пластиковых окон и дверей. Занят уже давно. Я говорю, откуда у вас мой номер? Скажите, пожалуйста. Я лишний раз его стараюсь никому не давать. Вот. Ну, вот мы методом свободной выборки. Хорошо. Ага, и называют тебя по имене вот что. Молодцы. То есть, вот эта фирма. Потом какие-то фирмы звонят по техническому обслуживанию автомобилей. Кто знает, что у меня есть автомобиль. Предлагают там замену аккумуляторов, замену масла. Вот это все. В ГИБДД знают. Стоп. В ГИБДД-то знают? Знают. Откуда утепли эти данные? Да, да, да. Вот. Кто еще? Это все по базе ГИБДД пробивается. То, что касается банковских дел, все пробивается по твоим счетам, где ты когда-то их открывал, а где ты еще пока их не закрыл. Вот. То, что касается установки пластиковых окон, там, допустим, и дверей, это все можно взять в дом управления. Ну, то есть, где, у кого, какие, чьи знакомые допущены персональным данным, а это банк, ГИБДД, дом управления, или, как сейчас говорят, управляющая компания, еще раз, это даже место работы. Место работы то же самое. Элементарный бухгалтер или начальник отдела кадров на рабочем месте. Все это может отнести кому надо. Любой, кто в нашей стране имеет доступ к персональным данным, он торгует этими персональными данными. При этом, обрати внимание, в уголовном кодексе нет уголовной ответственности за разглашение персональных данных. То есть, по сути дела, закон о персональных данных есть, а ответственность вот за то, что люди будут делать бизнес на этом, нет. И по закону их козой поспращают. Типа, ай-яй-яй, все, больше ничего. И к чему мы придем вот с этими электронными паспортами? Хорошая, кстати говоря, идея для цивилизованной страны. С этой единой базы данных. Хорошая идея для цивилизованной страны. Но для России, вы меня извините, это выстрел в висок из гранатомета. Торговать будут этими данными все, кому не лень. Все, кто имеет к этому доступ. Это все, Юр, зверья одной цепи. Посмотри, вот эти вот составления этого единого реестра, электронные паспорта. И, ну, дошли уже вообще до абсурда. Вот этот клишес. Человек-то упоминал в стриме вечернем, да? У меня прям, я когда узнал об этом где-то в районе обеда, у меня уже сутки почти кипит все внутри. Как это? Контролировать личную переписку. Есть Конституция, там написано, что переписка является... Нарушение тайны переписки является преступлением. И есть такая статья об уголовном кодексе. Правильно. 138-я статья уголовного кодекса. Считает, считает, что переписка вот по обычной почте, вот эта, в конверте, да? Это переписка. А то, что в интернете, через почтовый ящик, через мыло, как мы говорим, да? Упрощенно, по-народному. Но это не переписка, это так. Обмен информацией непонятный абсолютно. Хотя сейчас большинство и граждан, и организации ведут переписку только через мыло. Кто получит доступ к этому, к моему почтовому ящику, а там написано, что оператор связи, оператор предоставления интернет-услуг должен сообщать почтовые ящики, там, я не знаю. Я думаю, они уже там лазают и смотрят, скорее всего. Вот, поэтому стараюсь каким-то мессенджем пользоваться, там, фейсбуковским, телеграфовским. Да. Вот, не знаю, насколько проникли туда. Хотя можно узнать, есть люди знакомые в этих структурах. Но все это звенья одной цепи. Во-первых, взять людей под колпак с точки зрения крышуемых органами власти коммерческих и преступных организаций. А второе, взять все под колпак с точки зрения спецслужб и, ну, органов внутренних дел. То есть, чтобы, не дай бог, ты сделал шаг влево, шаг вправо. И облегчить, я добавлю, и облегчить вот таким вот чекистам, которые грабят банки, таким вот росгвардейцам, которые вымогательством занимаются, несказанно облегчить им задачу. Для того, чтобы они могли грабить. А, минуточку, я задаю вопрос, ну, вот к тебе придет домой чекист. Вот, к обычному обывателю, ну, не к тебе там, к обычному обывателю, он предъявит свою корочку. Это действует на 90% населения, как удав на кролика. И они не будут разбираться. А на самом деле, это облегчить вот для таких персонажей гоп-стоп. Вот к чему мы приходим. Ну, как всегда, друзья, я напоминаю, выводы-то делать только вам. Подписывайтесь на канал Ньюаш Вод. До встречи. Пока.